Утром 8 декабря в Стамбуле скончался бывший президент фонда Уйгурской академии, президент Китайского научно-исследовательского института и фонда университета имени Кашгарли Махмуда, один из известных и ведущих деятелей дела Восточного Туркестана в нашей стране, доктор Ферхад Курбан Танры Даглы. Ферхад Курбан Танры Даглы родился в Кашгаре в 1962 году, окончил Пекинский институт национальности и факультет литературы на языках меньшин в кафедру литературы уйгурского языка. В мае 1987 года он приехал в Турцию. Ферхад Курбан Танры Даглы стал гражданином Турецкой республики в 1991 году и работал в области тюркологии, исторические и современные турецкие диалекты, китайского языка и литературы. Окончил институт социальных наук университета Мармара. Танры Даглы являлся известным исследователем и судебным адвокатом в борьбе с Китаем за рубежом. Его книги под названием «Теория западного региона Китая, политика Китая в отношении Туркестана и Турции, утечка документов из Китая, список Каракаша, Новый Китай, империалистическая держава, возникающая из антиимпериалистической революции, китайская мечта, реальность Китая, «Один пояс, один путь» и «Тюркский мир» и «Синяя книга», подготовленные против Белой книги Китая. Правозащитная организация Freedom House, которая расследует нарушения прав человека в тоталитарных государствах в глобальном масштабе, сообщила о шантаже со стороны Китая уйгурских тюркских журналистов за рубежом. Одна из журналистов, включенных в доклад уйгурско-журналистка Игуль Чехре Ходжа, работающая на радио «Свободная Азия», сообщила, что ее родственники содержатся в концлагерях в Восточном Туркестане. Китайские власти задерживают членов семей в попытке оказать давление на журналистов в изгнании, чтобы те прекратили писать статьи с критикой политики Китая, говорится в докладе. Снижение производственных и потребительских цен в Китае вызвало опасения по поводу риска дефляции. Национальное бюро статистики Китая опубликовало данные за ноябрь 2023 года о росте цен в стране. В ноябре индекс цен производителей упал на 3%, а индекс потребительских цен упал на 0,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Цены производителей в стране снижаются уже 14 месяцев, в то время как потребительские цены зафиксировали самое быстрое снижение с ноября 2020 года. В Китае продолжаются случаи исчезновения госслужащих. Сообщалось, что бывший министр иностранных дел Китая Циньган, которого долгое время не видели на публике, умер в результате пыток или самоубийства. Согласно информации, просочившейся в политику 8 декабря 2023 года, Циньган якобы умер в военном госпитале в Пекине в конце июля. Политбюро, высший руководящий орган Коммунистической партии Китая, заявило, что Китай увеличит внутренний спрос в 2024 году, усилит восстановление экономики и проведет осторожную денежно-кредитную политику в следующем году. Министерство иностранных дел Кыргызской республики сообщило о возвращении в Кыргызстан 31 женщины и 65 детей из Сирии. Как сообщает пресс-служба ведомства, все они находились в специальных лагерях на северо-востоке Сирии и были вывезены оттуда в рамках гуманитарной миссии iCall 4.